Всем огромный привет народ, с вами Жи. Ребят, заранее прошу прощения за то, что возможно я буду как-то нечетко говорить или немного тихо, потому что я сейчас записываю видосик ночью фактически и нельзя мне сильно тут кричать, так что если что извиняйте друзья. Итак, давайте все-таки вернемся к теме нашего сегодняшнего ролика, очередная квшечка моего клана мистерс и на самом деле как и всегда в последнее время она уже подходит к концу и поэтому собственно я спешу записать для вас этот видосик, как видите осталось 13, ну 14 минут до конца квшечки и нам надо еще успеть проатаковать один раз, одну атаку я уже провел вне записи где-то приблизительно час-полтора назад и сейчас буду проводить вторую атаку. Так друзья, какая ситуация по квшечке? Счет 41-30, вражеский клан почему-то особо не атакует, как видите у них всего 11 атак, при этом взято 30 звезд, довольно таки странно, неужели они будут сейчас атаковать в последние минуты? Посмотрим. Собственно у нас взята 41 звезда, как видите, фактически полностью закрыта карта у нашего оппонента, за исключением вот 12 номера и топов, но на топах я рисковать не буду, они довольно таки сильные и моему тх 8.5 сложно будет их взять на 3, поэтому мы не будем рисковать и проведем атаку на 12 номер. На самом деле, дополнительно я могу оправдать также свою атаку на 12 номер тем, что у нас некому больше уже атаковать, вы можете посмотреть конечно на 25 из 30 и сказать, что у вас еще нету 5 атак не сделано, но на самом деле не сделана только одна моя атака и также не сделаны по 2 атаки у 2 чуваков, давайте я вам их покажу, которые собственно были кикнуты из клана за неподобающее поведение для мистера. Ладно, друзья, собственно не будем сильно болтать и все-таки посмотрим какой микс у нас есть в распоряжении, это вот такой вот самый простой микс, называется Govaviv, вы все его прекрасно знаете, по составу тут 2 голема, 9 валик, 1 хок, 15 визардов, 2 бомбера и целых 14 луков, по баночкам 2 хила, рейдж и триасы, по героям 10 хинг, 5 королева, в крепости клана сидят валькирии. Ладно, друзья, давайте не будем сильно рассусоливать, а то вдруг сейчас отвалится интернет или что-нибудь подобное продойдет, поэтому искушать судьбу не будем и собственно проведем атаку на 12 номер. Что за 12 номер, друзья? Это вот такая вот восьмерка, на самом деле она довольно-таки сильная, за исключением тут пару не вкачанных есть, башня лучниц, кинг нетоповый, ну и башня визарда с пвохами, а так в принципе довольно-таки сильная восьмерка. По плану на атаку, ну не знаю, что-то особо придумать, по идее мы должны легко взять эту базу и никаких проблем у нас с ней не должно возникнуть, на самом деле на последних кавышечках я как-то занимаюсь какими-то неподобающими совершенно действиями, я собственно бью маленьких и добиваю их до 3 звезд, но на самом деле это довольно-таки продуктивное занятие, потому что до сих пор всегда под конец кавышечки остаются номера, которые еще не добиты до 3, и именно я занимаюсь этими грязными делишками. Ладно, отставим трепы в плану на атаку, заходить я буду снизу, потому что тут у нас кинг, и потому что с этой стороны я буду выманивать крепость клана, там сидит дракон и наверное куча лучниц, собственно пущу хога, выманю крепость клана, сманю, на големе убью, дальше все быстренько под баночками и валькириями разнесу. Собственно давайте не будем сильно долго тянуть и пойдем уже в атаку. Итак друзья, поехали, да мы собираемся побить рекорд, проверяем микс, проверяем чтобы все трясы были, состав полный, и так отправляемся в бой. Давайте как и планировали, выманиваем крепость клана, да выходит сначала куча лучниц, а потом выходит уже и дракон, и собственно начинаем сманивать все это дело на край карты, и впоследствии будем уже скидывать голема, и на големе все это дело будем потихоньку раскидывать. Так, лучница умирает, пускаем магов и пускаем много луков, потому что я довольно таки много их сварил в этом миксе. Не забываем также про крайние домики строителя, запускаем второго голема и начинаем подчищать потихоньку круг. Довольно таки долго там живет эта курица, как всегда есть какие-то проблемы с уничтожением летающего юнита оппонента, но да ладно, думаю мы и так справимся. Пробиваю вход в центр, запускаю уже валькирии, немножко забыл про землетрясение, но ничего страшного, сейчас откроем валькам путь в центр, и скоро уже будем скидывать рейдж на вход. Рейдж уже пошел, собственно героев давайте скинем тут, пусть они там потихоньку подчищают, чтобы атака пролетела еще быстрее, чем она будет проходить сейчас. Как вы видите, база разносится очень крутого оппонента, все идет очень зрелищно, и сейчас уже вальки будут приниматься за забор и далее уничтожать оборонительные сооружения противника с двух часов. Итак, валькирии идут, давайте скинем на них хил, я думаю это можно было в принципе и не делать, но все-таки для того, чтобы много юнитов выжило, все-таки они нам принесли победу, и пусть ребята все-таки будут живы, пусть будут отвлечены, и собственно вот такую вот благодарность им сделаем. Давайте прожмем также героев, пусть будет много всякого кипиша, пусть все будет, а, хотел уже сказать, чтобы все было немного позрелищнее, но как только я прожимаю собственно Квину и Кинга, они походу даже еще не успели призвать всех юнитов, и собственно трех им получено. Вот такая вот атака, очень легкая, понимаю, что совершенно не зрелищная, прошу вас за это прощение, но все-таки мне надо заниматься пока что такими делами, то есть добивать до трех те базы, которые мы еще не закрыли, чтобы увеличить шанс победы нашего клана на Квшечке. И собственно, чтобы исправить такое положение со скучными атаками, я пожалуй буду записывать для вас видеоролики, где буду показывать топовые атаки моих соклановцев, или возможно фейлы соклановцев и разбирать их ошибки, потому что я все прекрасно понимаю, друзья, и смотреть на то, как ТХ 8.5 добивает восьмерки, пускай и фуловые, пускай и сильные, не очень интересно. Но все-таки еще одно атаку я вам сегодня покажу, это собственно, не помню какой номер тот добивал, сейчас полистаем, девятый, давайте-ка сейчас собственно посмотрим на него, и не отходя от кассы, я вам покажу как я его снес. И ребят, не правда ли вот этот девятый номер гораздо слабее, чем тот номер, который мы атаковали только что? Не помню, то ли одиннадцатый, то ли двенадцатый номер я сейчас атаковал, но согласитесь, тот ТХ был посильнее, чем этот, и на самом деле я в небольшом замешательстве, почему именно так, возможно это из-за ПВОшек, ПВОшки тут топовые по сравнению с тем ТХ, а так по забору этот ТХ слабее, по ДФу слабее. Короче говоря, странно. Ладно, друзья, собственно вот такая вот база, и какой у меня был план? Выманить крепость клана и снести эту базу, вот такой вот был у меня план. Собственно, давайте приступать к повтору. Итак, друзья, что тут было по действиям? Небольшой фейл у меня произошел, я пустил Хока вот тут, смотрите-ка, снизу, и на что он, ребят, напоролся? На гигбомбу. То есть, смотрите-ка, из-за того, что в крепости клана у оппонента сидит много лучниц и дракон, а не лучница, дракон и маг, сначала выходят, как вы знаете, лучницы. И из-за того, что они выходят, не выходят сильные юниты, то есть пока не выйдут все лучницы, не выйдут драконы. И это, конечно, небольшой фейл. То есть, у меня разрывается тут гигбомба, и Хок не успевает выманить всю крепость клана оппонента. На самом деле, в бою меня этот момент не очень порадовал, но в следующую секунду я подумал, а чего, собственно, бояться? Я все-таки ТХ-8 с половиной и здесь несу эту базу даже без вымана дракона. То есть, я запускаю, ребят, големов с двух часов, раскидываю аккуратненько магов на муниципальные строения, и так вот равномерненько начинаю зачищать круг. Не забываю про крайние домики строителя, пускаю туда лучниц, и сейчас, по идее, буду уже скоро скидывать бомбера в валькирии и пробивать дорогу землетрясениями. Итак, вот, как видите, пошли землетрясения, пошли бомберы, вылетает дракон, и тут надо подкинуть будет сейчас немного луков и подкинуть к вину, для того, чтобы быстренько разобраться с этой летающей курицей, чтобы она впоследственно мне надамажила валькирий. Сейчас, по идее, я буду как раз-таки именно этим и заниматься. Итак, друзья, да, пошла у меня четверка магов, пошла лучница, и вот так вот в сторонку немножко я запускаю валькирий. То есть, сейчас им ничто не угрожает, и я пускаю на них рейдж, и, ребят, смотрите, как они сейчас будут быстро буквально все разносить. Все сметать на своем пути. То есть, тут я кидаю уже на них хил, вальки впиваются в коллекторы, сейчас будет впиваться в забор, сейчас будет все просто разносить. Снизу я в это время пустил кинга, за него раскинул пару магов. В чем прелесть, ребят, микса Гова Ви? Это в том, что есть дополнительный визард. То есть, если мы используем микс Гова Ло или Гова Хо, у нас всех юнитов буквально под завязочку напихано, то есть, скинуть куда-то лишнего визарда, это непозволительная роскошь. А вот в миксе Гова Ви у нас есть куча визардов, и скидывать их можно просто куда угодно. Как видите, я там скинул 4 визардов на то, чтобы убить дракона дополнительно, потом снизу кинул 4 визардов или 3 на то, чтобы прикрывать кинга, чтобы раздавали не кучу дамага. И вот так вот, друзья, опять-таки молниеносно проходит эта атака. В этой атаке я даже не использовал второй хил, хотя впоследствии мне пришлось его удалить, в силу того, что для атаки в следующем миксе у меня сварилось 3 хила, а не 2 хила и рейдж. И на самом деле, друзья, я уже не знаю, что говорить, потому что атака закончилась уже секунд 40 назад, и уже немного я забыл про действия, которые происходили там на карте, но, как я и говорил, смотреть на эти атаки не очень интересно, потому что это, можно сказать, такое вот педобирство, добивание вот таких вот восьмерок на тх 8 с половиной. Ну так кого это волнует в конце концов? Иди треха, иди дополнительная звездочка в копилку нашего клана. Итак, друзья, что у нас тут по счету? Счет 42-30, и довольно-таки странно, как я и говорил, друзья, что это за странный у них клан, полбег, смотрите, как они атаковали наши базы. То есть у нас не закрыт первый номер, второй номер, а остальные, ребят, друзья, взяты на трехи. И вы это прекрасно можете видеть по атакам и по количеству звезд, которые взяты, собственно, с наших баз. Не знаю, это довольно-таки странно, но да, черт с ним, походу это изи вин. На всякий случай, я подожду еще минутку и покажу вам впоследствии, победили ли мы, или все-таки проиграли. Я думаю, мы победим, и это на самом деле очень круто, потому что винстрик нашего клана станет тогда целых 2 победы, ребят. Не правда ли огромное число 2 победы? Не каждый может до 2 даже сосчитать, я вам так скажу. Ладно, друзья, собственно, подождем мы 40 секунд еще немножко, и увидим классную табличку. Я добавлю, может, каких-нибудь салютиков, какую-нибудь крутую музыку, и будем наслаждаться этой надписью. Итак, друзья, сейчас я все это дело перемотаю и вскоре. Итак, друзья, победка. 133 опыта из 133 возможных, и немножко, конечно, маленький звездный бонус тут получился, потому что мы добивали нитобитков, и, конечно, в этом плане немножко обидно, потому что черный эликсир, конечно же, мы не отбили. Однако другие ресурсы у нас есть, и главное, ребят, это победа. А что еще, собственно, нужно в клановой жизни? Интересно, сколько нам там осталось опыта до АПа 3 левела? Еще, наверное, 2 кВшечки минимум осталось, к сожалению. Как-то долго и ползет этот левел, на самом деле. Я думал, это будет немножко быстрее. Первые левелы будут набираться немножко шустрее, однако нет, это идет довольно-таки муторно, и долго надо ждать АПа левела клана. Ну да ладно, на этом, собственно, будем закругляться. Если вам понравился данный видеоролик, опять-таки прошу поддержать это видео лайком, подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Также было бы очень круто, если бы вы отправили данный видос другу. А с вами был Жи, до скорых встреч, друзья, побеждайте на кВшечках. Всем огромной удачи, и увидимся в следующем видеоролике. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok